Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня у нас топчик очередной. Продолжаем мы серию топов, то есть мы начинали от 100 долларов, потом 100-150. И в общем, мы дошли до ценника от 250 до 300 долларов. И, друзья, я вам подобрал самую годноту. Давайте начинать. Первый телефон, который стоит на пятом месте, это AGM-A9. Друзья, не ругайтесь, это китайская компания. Я сейчас поясню, почему я включил его в этот топ. Давайте побежимся по характеристикам. Здесь экран 599 дюймов, Full HD+, разрешение 403 ppi. Это IPS-матрица. Друзья, здесь сразу стоит Snapdragon 450. И, по сути, это урезанная 625-я версия Snapdragon, о которой многим из нас хорошо знакома. И здесь видеоускоритель Adreno 506, как раз такой же, как на 625-м. Версия на 464, память типа LPDDR3. В Antutu он набирает около 60 тысяч баллов. Согласитесь, неплохо иметь телефон, армированный на 450-м снапе. Батарея здесь, друзья, вдумайтесь, только 5400 мАч. Великолепная большущая батарея. Основная камера на 12 мегапикселей Sony IMX 486. И она здесь одна. То есть, один модуль, не дозвоенный, никакой. То есть, все по стариночке, как обычно раньше было. Далее я поясню, почему именно так. Фронталочка на 16 мегапикселей. Друзья, в общем, что отличает этот телефон? Почему он стоит в этом топе на пятом месте? Во-первых, здесь есть фишка. Здесь установлены GBL колоночки. Их сразу же, друзья, 4. Конечно, вы не услышите сверхъестественного звука в этих колоночках. Но, друзья, GBL колоночки 4 штуки будут давать вам прирост в звуке просто в разы. Он будет играть гораздо громче и, соответственно, громче любого стандартного мобильника. Второй момент. Это армированный, то есть бронированный телефон. Грубо говоря, вы можете ронять. Не нужно покупать ему спецчехлов и так далее. То есть он уже изначально идет бронированный. То есть вы можете его, в принципе, даже утопить в воде, потому что здесь есть защита APY68. Классно. Друзья, и на закусочку здесь есть NFC, пожалуйста, USB-C, пожалуйста. В принципе, друзья, смотрите, по характеристикам здесь есть абсолютно все. Остается только один актуальный вопрос. Есть ли глобалка на этом телефоне? Имеется в виду с поддержкой нормального русского языка. Да, друзья, глобалочка есть как на Алиэкспрессе, так и в официальной продаже. То есть смотрите, AGM-A9 это бронированный телефон, который не тонет. У которого есть и NFC, USB-C, неплохая камера, большущая батарея и 450-й Snapdragon. Что может быть еще лучше, друзья? Поэтому заслуженное пятое место. На четвертом месте Meizu 16X. Сейчас вы начнете писать уже, друзья, в комментариях, что да, типа сейчас Meizu давным-давно уже уходит из России и так далее. Но не торопитесь, я вам все поясню. И по характеристикам. Здесь экран 6 дюймов, Full HD плюс разрешение, 402 ppi. И здесь Super AMOLED, друзья. Super AMOLED за эти деньги, это великолепно. Процессор 710-й дракон, Adreno 616-й. И версию вы можете взять на 6128, друзья. То есть сразу 6128. Память типа LZR4X. В Antutu он будет выбивать около 168 тысяч баллов. То есть смотрите, вы на глобалочке берете просто мощнейший телефон с мощнейшим процессором. Батарея, это, наверное, слабое место этого телефона, 3100 мАч. Основная камера на 12 Мп f1.8, IMX 380. И фронталочка на 20 Мп f2.0. Здесь Android 8 и фирменная оболочка Flyme 7. USB-C есть. Друзья, на официальном твиттере написано, что Meizu не закрывается и не уходит. Из России также там сказано о том, что будет поддержка как техническая, так и поддержка самой начинки FlymeOS и так далее. То есть смотрите, там сказано, что только сократилась структура PR-менеджмента. Было сокращение, но и то там сказано, что это пока что временно, пока это идет реструктуризация системы и так далее. В общем, суть такова, что Meizu никуда не уходит. Поэтому, друзья, я топлю именно за Meizu. И он здесь заслуженно на четвертом месте, потому что это один из самых красивейших телефонов в этом топе. Третье место, друзья, Honor 8X. И вы подумаете, эй, братан, ты что-то так дорого, 250-300 долларов, если ты ставишь Honor 8X. Да, но это, друзья, глобальная версия, которая официально продается в ваших странах. Давайте пробежимся по характеристикам. Здесь экран 6,5 дюймов, Full HD+, разрешение 396 ppi и это IPS-матрица. Здесь процессор 710 Kirin, который не такой уж и стыдный. Видеоускоритель Mali-G51. И версия здесь 4,64. В Antutu это железо набирает около 140 тысяч баллов. Батарея здесь не такая стыдная, 3750 мАч. Основная камера на 20 мегапикселей f1.8 и фронталочка на 16 мегапикселей. Здесь, друзья, наверное, из минусов я отмечу, что microUSB, но плюс большой, если вы берете как раз официальную версию, это NFC. И также одна из фишек этого телефона, мне кажется, съемка слоумо. Действительно, она получилась очень круто. И линейка X, как раз в компании Honor, она является такой инновационной. То есть дешевой и не инновационной. Поэтому здесь, друзья, спереди и сзади стекло великолепного качества. Вы, кстати, можете обзор посмотреть. Здесь ссылочка выйдет в описании сверху. И слоумо действительно он снимает очень красиво, очень солидно снимает. То есть, по сути, такая флагманская фишка у этого телефона есть. И в официальной версии, друзья, если вы берете, то плюс этого телефона, то что у вас есть гарантия. И неплохой телефон за эти деньги. Заслуженное третье место официального Honor 8X. Не жалейте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на этот канал. Делайте репост этого видео максимальный во всех соцсетях, каких только возможно. А мы продолжаем. И, друзья, вот следующее место, казалось бы, второе, но я решил поставить на первое место два телефона. Я так и не смог определиться, кто будет на первом месте. Либо один, либо второй телефон. В общем, два первых места, потому что и в одном есть и плюсы, и минусы, и в другом есть плюсы, и минусы. И как тут я подумал, что, в принципе, они равноценны, так или иначе. Первое место и первый телефон на первом месте это Poco F1. Poco F1 многим из вас знакомы, многие из вас имеют этот телефон. Мне кажется, заценник до 300 долларов. Это один из самых лучших телефонов сейчас на рынке. Значит, здесь экран 618 дюймов, Full HD+, разрешение 416 ppi, и это IPS-матрица. Здесь один из самых топовых процессоров. Наверное, сейчас он самый актуальный. 855 вышел только-только и еще не так распространен. Вы можете взять версию и на 664, и на 6128, если вам повезет. Если вы пойдете на какие-то акции, то есть вы берете телефон по максималке. Видеооскоритель Adreno 630. В Antutu он убивает примерно 290 тысяч баллов. Это самый топовый, самый мощный телефон в этом топе. Батареи на 4000 мАч, круто. Основная камера на 12 мегапикселей F1.9 и фронталочка на 20 мегапикселей F2.0. Здесь USB-C, и это действительно, друзья, самый заряженный телефон. Кто-то говорит о том, что тут не самая крутая камера, но можете поставить и установить Google камеру, и проблем здесь никаких нет. Она будет снимать просто круто и зачетно. То, что здесь пластиковый корпус, но, друзья, многие с этим смирились, и в комментариях люди пишут, да мне, в принципе, как-то ровно. Я могу просто купить себе великолепный чехол от компании Nilkin, ну и так далее. Чехлов много разных, разнообразных, на всякий вкус, цвет и так далее. Я даже видел цветные, которые светящиеся чехлы, то есть можно установить и радоваться жизни. В общем, здесь тоже проблем, друзья, нет никаких, но в этом топе это действительно самый заряженный. Вот все по максималкам, все, что возможно, только воткнуть в этот телефон за эту цену, есть именно в Покафоне. Другого телефона, друзья, на данный момент нет. Ну и второе, друзья, первое место тоже компания Xiaomi. Вернее, до этого была дочерняя компания, сейчас главная компания Xiaomi, и здесь Mi Mix 2. Да, на Mi Mix 2S вам денег не хватит до 300 долларов, а вот на Mi Mix 2 хватит. Давайте обсудим, почему он здесь стоит в топе и тоже делит первое место с Покафон. Экран здесь 599 дюймов, по Full G+, разрешение 403 PPI, и это IPS-матрица. Здесь предыдущий процессор 835-й дракон, то есть флагманский процессор предыдущего поколения. Память здесь LPDDR4X, и вы можете взять версию на 6128. Вот, кстати, это тоже важный момент, представляете, сразу же вы берете 6128. Видеоускоритель Adreno 540, и в Antutu он набирает примерно 207 тысяч баллов. Великолепные показатели у этого телефона. Батарея здесь немного меньше, и поэтому вот в этом плане она проигрывает действительно Покафону. 3400 мАч, но и не так мало на самом деле. Основная камера на 12 Мп, f2.0, точно такая же стоит на Mi 6, то есть по сути камера не такая новая. И фронталочка на 5 Мп. Из минусов я отмечу, что здесь нет, друзья, мини-джека, если вам необходим, то это телефон не для вас. Ну и из плюсов здесь есть NFC и USB-C, то есть все, что как бы необходимо. Ну и в принципе это такой, можно сказать, флагман-флагман. Даже это видно и по коробке, и по отношению, да, как упаковано, материалы корпуса. Все говорит о том, что это флагманский флагман, друзья. Выглядит он великолепно, самобытно, и это безрамочник, но с очень такой приличной бородой, куда встроена, кстати, фронтальная камера. Это не совсем удобно, но вот такой просчет у компании Xiaomi. Друзья, что вы думаете по поводу этого топа, пишите свои комментарии. Не пожалейте лайк этому видео. С вами был я, Искрайбер. Всем хорошего настроения. Отличные видео также находятся в описании под этим видео. Там есть необходимые ссылочки. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok